Дорогие военмеховцы, преподаватели, студенты, сотрудники, дорогие гости! В военмехе очень часто, традиционно проходят подобного рода встречи с интересными, выдающимися людьми и коллективами. Сегодня у нас тоже большой праздник, потому что у нас присутствует, я думаю, что всем известная, как в России, так и за рубежом, знаменитая пилотажная группа «Русские Витязи». Мы очень давно ждали их в гости. Военмех у нас имеет большое отношение как к авиации, так и к ракетно-космической технике, так и к другим системам вооружения. Что касается абитуриентов, в первую очередь, не забывайте, что военмех — это УЗ двойных технологий, высоких технологий. И обратите внимание, что, обучаясь в военмехе, закончив его, вы сможете стать такими же выдающимися, как и знаменитые «Русские Витязи», наши знаменитые космонавты и знаменитые конструктора, которых их очень много. Вы могли ознакомиться с этими людьми, находясь на втором этаже нашего университета. Ну, если говорить коротко, то я хотел бы просто поприветствовать эту группу следующими словами. У различных специалистов есть разные приветствия. Например, подводники говорят «глубоко уважаемый». Так вот, к нам приехали высокочтивые. Давайте поприветствуем их, и я осторожнее передаю. Спасибо большое. Сергей Владимирович, несколько слов о том, как это все. Я так понимаю, что вы одного года рождения, в один год закончили летное училище. Я так понимаю, что вы одногруппники, одноклассники. Добрый день, уважаемые друзья. Я Андрей Анатольевич. Спасибо за предоставленное слово. Для нас большая честь здесь встретиться с вами. Я скажу, достаточно такая большая аудитория. Немножко мы волнуемся. Поэтому предложение будет такое. Я, признаться, не знаю, какой фильм показывали, какие записи из наших программ. Потому что я вкратце представлю тех, кто здесь присутствует. Расскажу в двух словах буквально историю группы, потому что она достаточно обширная. В следующем году мы будем отмечать 25-летие со дня образования. А потом, если что-то захотят мои коллеги добавить, добавят, ну и мы готовы будем ответить на все, в общем-то, вопросы без всякой цензуры, ограничений и так далее. Если руководство принимает, такой план, да? Ну, я хочу представить командир пилотажной группы «Русские витязи» гвардии подполковник Щеглов Сергей Владимирович. Моэнный летчик первого класса. Заместитель командира группы «Русские витязи» подполковник Бордан Александр Сергеевич. Также военний летчик первого класса. И я являюсь ведущим группы. И должен стать моя заместитель начальника центра ПК за авиационной техники. Спасибо. Значит, что касается пилотажной группы «Русские витязи». Образована группа была 5 апреля 1991 года. Тогда, если вы помните, на закате великой державы, которая называлась Советский Союз, мы прорубили окно в Европу, в Америку. Политика гласности и демократии была. И, естественно, руководство страны приняло решение, что надо шире показывать нашу авиационную технику. До этого это делалось в Кубинке. Также выполнялись демонстрационные полеты, выполнялся групповый высший пилотаж. Но в основном это было для такого узкого круга, в основном военных делегаций, военных, правительственных делегаций. В 1991 году было принято решение о том, что надо выходить, в том числе на международный уровень, с демонстрацией нашей техники. Поэтому были созданы пилотажные группы у нас. Они были созданы на базе наших штатных подразделений. Был тогда у нас истребительный авиационный полк. Первая эскадрилья летала на самолетах Су-27. Ей было дано название «Русский Витязин». И вторая эскадрилья на МиГ-29. Сейчас это пилотажная группа «Стрижи». Была еще третья эскадрилья, было такое название «Небесные гусары» на штурмовиках Су-25. Но, к сожалению, в 1996 году была расформирована. После этого пошла такая большая череда визитов. Во-первых, все было новое, чтобы вы понимали. Все-таки, когда страна была многие десятилетия закрыта от внешнего мира, и в прямом, и в переносном смысле, а тут кто-то позволил боевые самолеты покрасить не по-уставному, кто-то позволил летчикам одеть комбинезоны не такие, как у всех, а с какими-то эмблемами. Ну и плюс название. Для советских ВВС это все было нехарактерно, это все было по-новому. И достаточно тяжело рождались в том числе и названия групп в спорах таких, в жарких. Но, тем не менее, было придумано название, я считаю. Оно очень удачное, очень символичное. Была разработана эмблема. Была разработана специальная окраска наших самолетов, дизайнерами АКБ имени Сухого разрабатывалась. И, в общем-то, в 91-м году группа состоялась. Дебют группы состоялся в Великобритании, зарубежный дебют. Значит, показ был, значит, авиашоу в Великобритании. И плюс такой памятный пролет над резиденцией королевы матери. То есть это в плане исключения было разрешено сделать нашей группе и пилотажной группе «Красные стрелы» в Великобритании. Далее пошла такая достаточно частая череда визитов и показов в различные страны. Буквально в течение 3-4 лет группа облетела практически большинство развитых стран Европы. Была в два раза в Соединенных Штатах, в Канаде. Была покорена Юго-Восточная Азия, как-то такие государства, как Малайзия, Сингапур. Ну, в общем, обширная такая география полетов была. Многое требовалось изменить в той ситуации, многое поменять. Поменять в сознании, ну, прежде всего, наверное, Росман. Во-вторых, в сознании пилотов, в состоянии авиационной техники, ну, попросту, здесь все люди технически грамотно скажут, что наши самолеты тогда не имели никакой возможности летать по международным воздушным трассам. То есть наше оборудование не позволяло это делать. И ввиду одной из основных причин вот этого недостанка, и была там страшная трагедия в Камраде, которая нас постигла в 95-м году, наверное. Кто интересуется, историю авиации слышали про это. Я не буду подробно останавливаться, но четырех человек мы потеряли тогда. Была огромная трагедия. Многие ставили вопрос тогда о целесообразности дальнейшего выполнения полетов, о том, что группа будет ли существовать вообще. Но, тем не менее, наше старшее поколение это выставило. Все вот эти вот моменты были подготовлены. Но летчики, пилотажная группа продолжила свое существование. Далее, значит, что касается вот начала двухтысячных годов, уже прошел такой период оздоровления вот именно российского общества. Знаете, больше показов пошло по территории Российской Федерации. И стало практиковаться очень много показов в различных регионах нашей необъятной Родины. Не только такие города, допустим, как Москва, там Санкт-Петербург, или там какие-то тематические выставки, а были там и в Заполярье несколько раз, и на Дальнем Востоке, и так далее. Ну, то есть, в таких вот относительно отдаленных местах. Вот, все это воспринималось интересом. Все это, ну, это необходимо делать. И, в общем-то, ни одна страна в мире, которая имеет пилотажные группы, никогда не пренебрегает их. Я вам скажу для сравнения, что американцы также имеют две пилотажные группы. Одна принадлежности военно-воздушных сил, вторая военно-морских сил США. Вот, и эти группы, в общем-то, ну, один-два зарубежных визита в течение сезона делают, и все остальное, у них территория именно по, вернее, основное выступление по территории Соединенных Штатов Америки. Вот, и это именно тот положительный опыт, который, наверное, надо брать на вооружение, что наши люди должны видеть наши самолеты. Ну, в общем-то, вот так мы существуем. На данный момент в основном в составе группы шесть летчиков. Двое сегодня выполняют полеты, один в отпуске, ну, и трое присутствуют здесь. Мы имеем достаточно неплохую перспективу по молодым летчикам. Сейчас этому очень большое внимание уделяет и министр обороны, и главнокомандующий военно-воздушными силами. Вот. Именно подготовки молодых пилотов. Выделяются огромные средства. Сейчас очень серьезно спрашивают за уровень боевой подготовки. Я скажу, что пилотажная группа «Русский Витязи», она выполняет не только задачи по демонстрации высшего пилотажа, но это, прежде всего, боевое подразделение в составе военно-воздушных сил Российской Федерации. То есть летный состав в полном объеме выполняет полеты по плану боевой подготовки, по курсу боевой подготовки, с выполнением, в том числе, практических пусков ракет, стрельб, бомбометания и так далее. В полном объеме, как строевые летчики. Вот. На данный момент мы вот этими вот моментами живем. Что касается перспектив этого года, ну, я вам скажу, в великолепном городе Санкт-Петербург в этом году, по всей видимости, мы думаем, что все-таки все состоится, будет проходить очередной международный военно-морской салон, вот, где пилотажная группа «Русский Витязь» и «Стрижи» будут традиционными участниками. Ну, по крайней мере, в планах, вот, в ближайших и такое есть. Вот что-то. Ну, в общем-то, так вот вкратце, вопрос широкий. Я просто немножко не, может быть, не знаю, что конкретно вас интересует, поэтому мы готовы ответить на любые вопросы. Андрей, спасибо. Продолжение следует...